О, привет, всем привет. Наконец-то, да, я в прямой эфир вышла. Вот еду домой. Вы что делаете, друзья? Мне кажется, что мне нужно анонсировать эфир, чтобы вы знали, когда я выйду. Просто у меня сейчас очень вообще нет времени. Сегодня вообще, ну, типа, я была занята. Тем более Москва тут ездит, пока доедешь в одно место, полдня, блин, пройдет. Привет, привет, ребятки, ребятушки. Как вам мой трек? Я уже написала второй. И я надеюсь, что я его в скором времени запишу, и он будет гораздо лайтовее, и он будет... Ну, он будет легче по смыслу, и он будет такой. Очень крутой трек, спасибо, спасибо. Еду домой, домой еду. А, еще, наверное, ну, я хотела сказать, что, наверное, многие не понимают смысла там некоторых слов. Если вы не понимаете, вы у меня спрашиваете, я вам обязательно отвечу, обязательно расскажу. Ну, потому что там есть непонятные моменты, которые понимает только я, потому что то, что я чувствовала... Я написала этот текст до проекта, и до проекта я чувствовала себя вот так. То есть... Трек называется «Стихами дыши». Я засыпаю по твоей песне. Спасибо большое, спасибо, ребят. Блин, опять этот вопрос... Сейчас я вам раскрою все карты. Третий сезон. Пацанок победил. Вова Фичук. Вова Фичук. Ты так изменилась, спасибо. Как бы хотелось с тобой увидеться. Скоро увидимся все в туре. А ты за рулем или кто-то? Нет, я в такси. Куда едешь? Домой. Я еду домой. Блин, такая приятная усталость на самом деле. Очень круто. Вы даже не представляете, как круто чувствовать себя спокойно и свободно. Еще очень круто помогать людям, в которых видишь себя. Это очень круто. Будешь в Казани? Ну и надеюсь, что да. Как будет называться второй трек? Второй трек так неаккуратно будет называться. Ань, у тебя реально все поменялось? Поменялась я в первую очередь. Поменялось мое мнение ко многим вещам. Я поняла, что стоит проще относиться ко многим вещам. Что счастье в мелочах. Что нужно всегда, в любом деле стараться. И обязательно все получится. И что очень много хороших, добрых людей в мире. И что главное самой быть доброй, открытой. И всегда найдутся люди, которые будут открыты к тебе. Когда в ЕКБ будешь? Откуда едешь? Ездила по делам. Кто победил в проекте? Самый распространенный вопросик. Я не знаю, ребят, правда. Ну, конечно, я знаю. Вы же понимаете, что я могу узнать, или я знаю. Но вы же понимаете, что я не могу этого сказать. Потому что, ну просто, ну не задавайте тут вопрос. Юля Ковалева победила. Кто еще там? Таня Бура. Мне очень нравится твой голос. Спасибо. Привет со Швеции. Швеции тоже огромный привет. Тут такой рэпчик тоже играет. Дмитровград. Точно мило. Спасибо, ребятки. Спасибо. Кстати, я написала стих. Скоро в моем блоге вы его увидите. Новый стих. И, кстати, я поняла, что в основном стихи я пишу грустные. Потому что, ну, они трогают. Они трогают. И у меня все свои переживания, все свои недопонимания. Я выливаю. Я поняла, я в творчество это отдаю. Именно в текст или в стих. Почему-то решил остаться в Москве, а не в Сан-Петербурге. Потому что я здесь работаю. Я перееду. Я надеюсь, что я перееду в Питер. Но если вы выбираете жить в Питере или работать в Москве и заниматься тем, чем я хочу заниматься, заниматься тем, чем я люблю, я выберу Москву. Потому что я хочу заниматься именно тем, что я люблю. Чтобы жить в гармонии с собой. Ты классно, с первой серии. За тебя болею. Удачи тебе во всем. Спасибо большое. Мне нравится этот смайлик, глазки, вот эти, которые вот так смотрят. С кем из известных личностей прошлого ты хотела бы пообщаться лично? Временных рамок нет. Я бы хотела пообщаться лично с Есениным. Сто процентов. Ну, с Ивлеевой. Сто процентов. С Тупаком. С кем еще? Александра Дюма. Ну, в основном это писатели. Потому что я не увлекаюсь живописью. Или рэпер. Ну, Бэнкси. Бэнкси. Еще сто процентов. Хотела бы посмотреть на нее. С кем дружите после проекта? Общаемся. Общаемся. Любишь ты стихи Пушкина, да? Мне нравится. Онегин. Что еще у Пушкина? Ну, у Пушкина мало я чего читала. Красишься, да? Завтра пойду на маникюр. У тебя есть ютуб-канал. В скором времени он уже... Я над ним работаю. И я стараюсь... Ну, я стараюсь. И я знаю, что он не будет таким сильным, как там, например, Ивлеевой, да? Как Хача. Не будет сначала таким сильным. Но дальше больше. И со временем... Ну, я там... Ну, я такая, какая есть. И что-то прям наваливать и придумывать. Но я не хочу. Но я надеюсь, что главное стараться. Это ведь самое главное. Талант — это 50% успеха. А старание — это... Ну, это очень... Песня бомба. Ты, кстати, очень изменилась. Спасибо. Когда парня надешься? Когда он меня надет? Я не знаю, кому я достанусь вообще. Такая... Обожаю твои брови. Спасибо. Только у меня тут шрам небольшой. Какой будешь маникюр завтра делать? Ну, не знаю. Я еще думала. Какие слова после «Соль или грибы?» «Дети подземелья или рабы?» Любимый фильм? Я же уже говорила. Но это может быть максимально странно. Но мой любимый фильм «Тупой и еще тупее». Больно набивать тату. Нет. Куда едешь? Еду домой. Кстати, я съела на правильное питание сегодня. Ну, честно сказать, я встала утром. Ну, я подумала, что все, завтра я сужусь на правильное питание. Встала утром, сделала себе два бутерброда с колбусой и сыром. Подыгрела их в микроволновке. Налила колы. Съела один бутерброд. И мне стало стыдно за то, что я это сделала. Пошла, убрала. И сегодня уже кушала кашку и курочку. Сколько у тебя тату? Всего три. Ну, я собираюсь сделать. Но я не знаю. Я еще подумаю. Сон или буль, соль или грибы. Непонятно, да? Я там рассказываю о своем состоянии. Ну, типа, сон или буль. Я не понимаю, со мной это происходит. Наяву или во сне. А соль или грибы – это виды наркотиков. Это грибы – это галлюциногенные грибы. А соль – это то, что нюхают. И до проекта. Типа, я не... Ну, не... Это внутреннее состояние. Ты не понимаешь, под чем ты. Что с тобой происходит. Где ты? Наяву или во сне вообще? Что идет перед с... Сон или буль? Соль или грибы? А почему ты мало красишься? Ну, честно говоря, я еще не умею. Не совсем умею, правда. Но я стараюсь. Слушаю тебя, был, был или не был Павел? Был один раз в детстве. Тебе послышала, солили грибы? Сон или буль? Солили грибы? Это смешно. Ты такая красивая. Спасибо. Я хочу с тобой пообщаться. Лучше общаемся. Что больше всего запомнилось, когда была в школе леди? Ну, как вы поняли, уже вчера была самая эмоциональная серия. Самая счастливая. И я усвоила для себя такой огромный врок. Но это не показали. Это было закадом. Я поняла, что дружба может быть, даже когда тебе люди не говорят об этом. Даже когда от тебя ничего не нужно людям, друзьям от тебя ничего не нужно. И дружба это не выгода. И я поняла, что у меня есть друзья. И есть люди, которым я не безразлична. И это даже когда мне плохо. И даже когда я психую и говорю, что все, я не хочу ничего. Они всегда со мной. И это я тогда поняла. И я плакала. Я стояла, я помню, я плакала. Это мне было так, это дико, непонятно. Но я из этой серии, из этой недели я вынесла для себя большую роль. Нет, это не... Ну, конечно, там пришла мне помогать Зори, Аня, Барби. И все. Ну, а так еще помимо Одноклассницы помогали Юле. Честно говоря, женский рэп это фигня, но твои рэп это круто. Спасибо. Бесит. Кто тебя бесит? Ну, хочешь, выйди, малыш, выйди. Если тебе не нравится, не нужно тратить свои нервы на меня. Правда, нервные клетки не восстанавливаются. Блин, скажите, с какого она проекта? С пацанки. Пацанки три. Просто улыбнись. Скажи, как можно нормально сесть и выучить уроки с тут прямой мир с тобой? Я, знаете, когда я училась в школе, когда я еще училась в школе, да, до пятого класса я еще училась хорошо, и я запоминала очень много с урока. Я никогда не делала домашнее знание, и потом я когда уже училась в училище закрытого типа, и там я училась отлично, и там я тоже вообще не делала домашнее знание. Я всегда запоминала все сроки. Ну, и алгебра мне давалась, ну, немного тяжелее, чем все предметы, и поэтому алгебру, химию я делала, алгебру, химию. Ань, куда едешь? Я говорю же, еду домой, я хочу есть. Ань, у тебя теска, это самое лучшее. Ты училась по субботу, и почему сын, а не дочь? Сын, потому что я, правда, я очень хочу вырастить мужчину, мужчину прям такого, чтобы, ну, чтобы это был, чтобы это был мужчина, воспитанный мужчина. Ну, я не говорю, что я не хочу дочь. Я уверена, что у меня будет красивая дочь. Была в Москва-Сити или в Зарядье? Нет, я посмотрела в Зарядье парк, и мне что-то он не впечатлил. Чувствуешь себя настоящей девушкой? Но еще не в полной мере. Ну, конечно, мой сильный характер, он остался, и я мало встречала девочек с таким характером. Ты мотивация для меня. Я очень рада, что я вас мотивирую, и я, правда, я этого хочу. Я хочу, чтобы хоть, ну, если одному человеку, как говорили мне очень мои хорошие друзья, если бы помыкли хоть одному человеку, значит, мы работали не зря. Я считаю, что если я хоть до одного человека достучалась своими словами, своими постами, своими историями и своей жизнью, то значит, я все это не зря. Надеюсь, ты едешь сквозь стены. Нет, со мной рядом таксист. Как раньше, можешь первая на чайный рак? Нет. Сейчас, ну, я... Я об этом, на самом деле, не думаю. Надо. Будут еще рэпы? Рэпы. Будут, конечно, будут. Я буду заниматься этим, несмотря ни на что. Ты скала. Спасибо большое. Мне безумно понравился трек. Сохранишь эфир, да, сохраняк. За кого болела во втором сезоне? Во втором сезоне болела за Катю. И... Да, за Катю. А, не, Игнар, я вижу все. Когда у тебя до 4 сентября? Как мило кортавишь. Спасибо. Какая у тебя самая любимая сладость? Блин, на самом деле, я очень люблю Кит Кат, шоколадку. Вы любите Кит Кат? А у кого какой любимый шоколад? Пишите. А, нет, ты нереально крутая. Спасибо. Приехали? Нет, мы стоим на светофай. Ты любила учиться в школе? Какие предметы были сложными? Но сложными были химия, физика, алгеба. Но я больше гуманитарий. И да, я любила учиться в школе. Мне нравилась. Литература. Мне очень нравилась литература, русский. История. Я очень любила историю. Милка и Риттер Спорт. Ну, Риттер Спорт вкусный, да, шоколадки. Я люблю Кит Кат. Мышку купают каждый день. Класс. Кит Кат. Сейчас у вас у всех начнется Кит Кат шоколадка любима. Кит Кат. Еще я люблю Марс. Но Кит Кат на первом месте, Марс на втором. Ой, я тоже больше люблю Кит Кат. Все у тебя будет хорошо. Я знаю. Я очень стараюсь, чтобы все было хорошо. Я реально первый раз вижу такого синего человека. Болею за тебя. Спасибо. Спасибо. Паунти. Паунти тоже крутая. И замерзла. Как у вас погода? Ну, на самом деле, я в плаще. Он ветку плащем холодный. Но нет, я не замерзла. Я в кофте еще. Почему? Опа. Не хочу читать этот вопросик. Аня, что тебя мотивирует? Меня мотивирует то, что у меня одна жизнь. Что я понимаю, что... Да, я бесспорно, я не идеальная. У меня бывают моментики, где мне бывает лень, где мне не хочется. Но я понимаю, что моя жизнь, я хочу, чтобы она была моей. И была крутой, такой, которую хочу я. Я не хочу, чтобы за меня решали обстоятельства. Я хочу сама решать. И так легче жить, когда ты сам себе хозяин. Хозяин своих мыслей, хозяин своей жизни. Сохранишь эфир, да. Что значит фраза «суд, дороги в пастель»? Это... Ну, это ломки, друзья. Анечка, мы с тобой. Я знаю, вы очень крутые у меня, ребятки. Ты очень похожа на маму, да. Мы очень с мамой похожи. Люблю тебя, скала. Блин, такое большое сообщение. Спасибо вам. Таксист, он там еще не устал? Да нет, наверное. У тебя молодой человек есть? Нет. Много фанатов. Ну, людей много, кто подписан на мой Сеграм. Фанатов. Ну, я не знаю, назвать это фанатами или люди, которые просто хотят смотреть за мной. В каком городе? В Москве. Дарила ли я тебе что-нибудь милостное в день рождения? Кто-то по гороскопу дело. Привет, спасибо тебе большое за мотивацию и мысли. И вам спасибо большое за то, что вы верите в мои слова и пытаетесь как-то применить это в жизни. Ты куда едешь, что-то? Да домой, домой, друзья. Я тоже ела. Лев. Мне нравятся львы по гороскопу львы. Огромный привет тебе с Ижевска. Ижевску тоже привет хочу. Аня Гора. Привет, крошка, как твои дела? Все хорошо. У тебя как? Будет ли фан-встреча в Москве не считает тура? Ответь, пожалуйста. Ну, возможно, после тура будет, но до тура нет. Ты с Костиной живешь или переехала? Да, мы живем вместе. Когда день рождения? 4 сентября. О, Динара, Динара. Девы хорошо ладят с овнами. Ну, не знаю, не знаю. Привет из Иваново. Иваново, привет. Собираешься когда-нибудь в Питер приехать? Я собираюсь... Да, я собираюсь туда переехать. Надеюсь. Привет. Кириллграда. Что? А, привет из Кириллграда. А к овнам как относишься? Ну, у меня очень был овн. Ну, овны бывают разные. Я уверена, что все люди разные. Ну, я дева. У меня есть там пару знакомых девы. Мы разные очень. Любимая неделя на пацанках три какая? Вот, вот эта. Которая прошла. Привет из Челябинска. Челябинску привет. Сегодня звонила Аня Барби. Барби, если ты это видишь, пламенный привет тебе. Какое любимое животное? Лев. Сейчас работаешь или учишься? Я в фрилансе. Но я, конечно... Ну, у меня есть работа, но я не могу пока о ней говорить. Сохраняй эфир хорошо. Все львы, которых я знаю, одинаковые. Я тоже лев. Ну, круто. Может быть, все овны одинаковые. Я не знаю, но я видела девочек дев, и мы разные. Очень разные. Вы будете в уроне же, когда будет урнадеешься? Да. Ты общаешься с Барби? Конечно, общаюсь. Почему ты боишься собак? Меня в детстве очень покусали сильно собаки. Таксисту повезло. Лучше девушку. Да, мальец. Спасибо. Козероги Сила. Не знаю. Привет из Саратова. А почему именно Питер? Питер очень вдохновляет. Питер очень крутой город. Очень красивый. Очень спокойный. Просто душевный, теплый. Надеюсь, ты победишь. Болею за тебя. Как у тебя дела? Все хорошо? Твоя песня просто огонь. На повторе. Спасибо большое. Привет, Аня. Привет. Привет из Казани. Приветки. Приветики-пистолетики. Знаете, такой прикольчик. Что мама сказала? Когда изменилась. Мама любит меня и рада за меня. Угорала, когда... Привет от Москвы. Ты крутая. Я за тебя. Есть знакомые водолеи? Да, Сабина водолеи. Сложные очень люди, я бы хотела вам сказать. Съемки еще идут пацанок? Нет. Болею, болею, болею за гору. Спасибо небу за гору. Какой-то подписчик, который мне в комментарии написал, это очень крутая фразу. Аня, скинь мне адрес, потом увлечку завтра, жди меня. Хорошо. Ты такая красивая. Спасибо. Привет, Срязани. А финал уже снят? Не знаю. Ребят, не задавайте мне таких вопросов, на которые я не могу пока отвечать. Лео или Крясда Рамирес? Конечно, Лео. Но Рамиреса я тоже люблю. О, я водолею. Класс. Ань, сделай, пожалуйста, у себя на телефоне звук громче. Тебя очень плохо слышно. А, ну я чуть-чуть, ну, вот так норм. Но не перфект, да? Я не могу, ты безумно красива. Спасибо. Аня, ты какая у тебя любимая спортивная фирма? Найк. Ни на что не применяю, Найк. Я даже сейчас в носочках Найк. Сейчас покажу вам, друзья. Блин, не видно. Не видно моих носочков. Хотела бы исправиться, выкруталась. Нет. Это моя фишка. Я рыба. Рыба. Рыбы вообще не много. Я не знаю, рыб. Или знаю, может, не знаю, кто рыбы. Кто у меня есть рыбы. Еще долго ехать будешь? Нет, я уже вроде подъезжаю. Ты жената или это просто в смысле замужем? На самом деле, у меня нет мужа, нет парня. Фан, встречу в Тюмени, пляс. Хорошо. Ну, в Тюмени по-любому будет, я уверен. Аня, да-да, Динар, я тебя слушаю. Ну, давай про тельцов еще. Аня, очень круто картавить. Не надо ничего исправлять. Конечно, я тоже так думаю. Блин, такая я счастливая. Хочу, чтобы вы тоже все такие были. Твой трек «Сила». Спасибо. Класс, тешится, ребят. У меня тоже ДР 4 сентября. Я в шоке, что у нас ДР в один день. Круто. А кто в Тюмени будет из пацанок? Я не знаю. Я не знаю, правда. Когда у тебя день рождения? Я же уже отвечала 4 сентября. А второе день рождения у меня 8 июля. О, июня. Ну, нет, это даже не день рождения. Я узнала точно, когда был у меня второй день рождения. И обязательно вам скажу. Сложно быть президентом школы Леди. Да, очень сложно. Очень сложно говорить близким людям на тот момент. Да, ну, типа, была вот ситуация с Зариной, когда мне сказали выбрать из них. Но я считала, что Аня был достойней кандидаткой на то, чтобы остаться. И я считаю, что друг всегда должен сказать правду. И как есть, и в лицо, и объективно. Я сказала объективно, в лицо, как есть, и все. Я всегда старалась быть максимально объективной. И до сих пор стараюсь. Есть любимый вид спорта в волейбол. Я профессионально занималась волейболом. Почему два дара? Потому что на проекте я переродилась. Будет почему? Причина? Блин. Приветик, я тебя смотрю каждый четверг. Приветик, я тоже. Привет из октобе. Октобе, привет. Уже полчаса пытаюсь достучаться. Но ничего. Ай, достучалась, видишь. Блин, я зеваю. Правда, я сегодня очень мало поспала. Но несмотря на это, мне очень круто. Корректор. Скажи, корректор. Ну, мне иногда сложно, когда много R. И, ну, я сбиваться начинаю. Как ты попала на проект? Заполнила анкету. Мне бы сказали прислать видео. Я бы прислала видео. Меня позвали на кастинг. Я съездила на кастинг, и все. Когда будет трек, где его найти? Трек уже есть. Называется «Стихами души». «Айтюнс», «Янтекс», «Музыка», «Плеймаркет», «Бум». «Сладких снов тебе заранее». А можно чуть-чуть погромче? Ань, ты крутая, спасибо. Все, я уже подъезжаю к дому, друзья. Не думала перекраться? Нет. Все, припаяем все тишиной. Ты приехала на час, но останешься со мной. Почти на день до утра. Обжигали меня. Вы в такси? Да. Почему у Зарины на проекте? Фамилия Голубцова, а мы здесь Гибаева вроде. Потому что у мамы Зарины фамилия Гибаева. Ты такая уставшая? Нет, я счастливая. «Медуза». Очень крутой трек, да? Ладно, друзья мои. Всего хорошего вам. Спите сладко. Кто собирается спать, кто не собирается. Хорошей вам ночи. Если будете отдыхать, круто вам отдохнуть. Целую вас. Обнимаю крепко-крепко. Ваша Анечка Гора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...